Подпишись на канал Ну в принципе я сейчас готов идти на грифону У меня достаточно неплохой меч Неплохие доспехи Сделаем какое-нибудь масло И все Можно спокойно идти гасить гада Какой мощненький песик Песик Не кусайся, ладно И часто ты разговариваешь со своей собакой Это не моя собака А моего брата Бастина Хотя теперь уже наверное моя Понимаешь, Бастиен бился с черными Здесь неподалеку большое сражение было И с тех пор от него никаких весней Говорил я ему Сделай как я Отрешь себе палец или два Тебя и не заберут А он побоялся Вот холера Без пальцев, но зато живой, да? На твоем месте я бы осмотрелся на поле битвы Был я там Море трупов и трупоедов Слышал я когда-то, что они боятся огня Так попробовал разогнать их факелом Ни хрена скажу я тебе Если бы не гусар, они бы меня живьем сожрали Послушай-ка Я так понимаю, ты эти мечи не для парада носишь? Защити меня от гулей И помоги найти Бастина А я тебе хорошо заплачу И по рукам Хорошо, я тебе помогу Только После битвы прошло уже несколько дней Так что шансы, что мы найдем твоего брата живым Малый, очень малый Кто бы сомневался Я хочу хоть тело забрать Чтоб Бастин не гнил под открытым небом Вместе с Нильфами Встретимся на пригорке Рядом с полем А дальше пойдем вместе Он че В труселях и с дубиной Против турпоедов Чувак, у тебя ни единого шанса Я бы один сходил Хотя, как я узнаю, да? Его брата Так, а че у нас пёс-то Отстает Все с тобой? Кусар Ты чего? Видать, его нехило так потрепали Гули, да? Смотри, как медленно перемещается А, так, на этом поле бисерс-то Я уничтожил гнездо чудовища Да, я здесь был Вот там я гнездо чудовища уничтожил Ну-ка, давай просто сверимся Да, вот Место силы И гнездо чудовища Ну-ка, у него действительно нет пальцев? Ну-ка, вот тут, кажется, нету, да? Да, смотри Нет двух пальцев На левой руке Хорошо, что ты пришёл Бастин И его тело Должно быть где-то здесь Точно так же, как тело сотен других Ты что, собираешься осматривать все трупы подряд? Времени это займёт прилично Успокойся Все ребята, которых призвали из Белого Сада Нарисовали у себя на щитах маленький цветочек Чтобы в битве видеть друг друга издалека Так что по этому знаку мы быстро найдём весь отряд Не обижайся, но случается, что в битве солдаты бросают щиты Особенно, когда проигрывают Одного щита тоже хватит Тогда гусар учует след и поведёт нас Ну, пойдём Чем быстрее с этим разберёмся, тем лучше Области карты Выполняя некоторые задачи, вы будете знать только примерное расположение вашей цели Отправляйтесь в отмеченную область А давай вы со мной не пойдёте Я один схожу, там всё зачищу, а потом вас позову Я просто боюсь, что пёс может погребнуть Или этот Бастиан тоже со своей дубиной Чё он сделает, блин? Мешать будете только, чуваки Стойте здесь О, вижу уже тварей Давай-ка Игни возьми Пёсика не трогайте только, тварь Чё, всё? Больше не будешь, что ли? Наверное, если бы я здесь до этого не зачистил гнездо гули, то... Да, гусар, ну хватит толкаться, ну чё ты, блин, пристал ко мне То здесь, наверное, больше было бы гули А он же щит, да? Чё-то нет Ну давай смотреть Так, вон на миникарте чё-то видно Это он? Нет Он не похож Вон там вижу щит Ну так что, гусар? Чуешь хозяина? Эээ... По-прежнему ничего Нет, да? Кожа вся съезжена Я знаю, что сложно сказать Но... Может, это он? Я... Бастин был здоровый парень Широкий в плечах, а этот вроде поменьше Но может, это из-за огня? Ну, конечно Когда человек сгорает, его тело становится гораздо меньше Он его учуял Кусар, учуял Бастина Вперёд! Отлично Хибара какая-то А чё ты? Чё ты встал? Смотри, как купленный встал Не заходит Чё там? Это ещё ничего Поручик сказал нам ходить в сортир по команде Нас из баллиста обстреливают А вон всё Солдат с полным желудком в битву идти не может Будете сидеть, пока не высидите Представляешь, болван Хе-хе-хе Прекради Рёбра у меня Болят, когда смеюсь Надо наложить давящую повязку Но это позже После того, как ты объяснишь, что здесь происходит Бастиан Он... Он тебя взял в плен, этот Нильфгардец Нет Он мне жизнь спас Меня ранили в бок Потом по башке ударили так, что меня зрение отшибло Росан наткнулся на меня, когда полз через поле Он лодыжку вывихнул Вот так слепо вел Хромова Пока мы не нашли эту хату Заберу тебя домой Если бы не этот черный, Бастиан бы уже умер Так может, ты ему покажешь, что Нордлинги не дикари, какими нас считают в Нильфгарде Во-во Ну Дам я ему отцовскую одежду Обучу работать в поле Только вот акцент Ну да ладно Будь что будет Возьму и его Спасибо, ведьмак Вот твоя награда И дохранят тебя боги А в чем проблема Прикинется Немым И все Ему тогда не придется ни с кем разговаривать Так Ну-ка Можно с ними пообщаться Старая концептура Что-нибудь есть? Еще что-то есть Сера Ну там что-то есть О, алкогест А ты чего, гусар, здесь сидишь? Как неродной, блин Иди заходи Обяжи своего хозяина Обними с ним Странный пес какой-то Зачем меня учат, как подозвать лошадь Я уже знаю Я уже сто пятьсот раз это делал Так, давай найдем Ближайший дорожный указатель Вот он Распути И пойдем к Весемиру Не, ну вот серьезно Мод на траву Картинку реально делает насыщенней Я смотрел на Ведьмак 3 Без этого мода Без мода на траву Реально отличается Выглядит чуть хуже Ну как чуть хуже Прям, ну, заметно чуть хуже Так, нам Нужен мост Плакальщицы А че, Весемир Все еще тут На улице стоит что ли Ты все это время здесь стоял Ждал меня что ли Весемир Надо было зайти в кашму Пить дальше водку Что такое Занялся я этим заказом на Грифона Ну и? Больше ждать смысла нет Пойдем посмотрим Где можно поставить ловушку Я уже присмотрел одно место По ту сторону речки Есть такие поля и рощица Места много И мешаться никто не будет Значит там и увидимся А, так вот О чем он тогда Разговаривал С крестьянином здесь Что приготовить Приготовиться В битве с Грифоном Приготовьте эликсир Гром Ой, понятно, короче У нас есть рецепт Грома Отключено Хорошо, я понял И куда? Давай вместо корочка Слушай, а Ну-ка Где у нас Бестиарий Грифон Картечь Есть Масло против гибридов И арт Так Алхимия Масла О, есть Масло против гибридов Делаем Также можем сделать масло Против зверей Давай делать Масло против проклятых Тоже делаем Ну-ка Сбом Самым можем сделать Давай сделаем Нужна еще одна сера И тогда у нас будет Танцующая звезда Белый мод Мод Белый мед И кошка Мы сделать пока не можем А что надо Так Так Для белого меда Нам Нужен Каприфоль Не знаю Такой травы Кошка Водная эссенция Но это Нередкий Ингредиент Ладно Надо будет сделать Но сейчас нам Пока этот эликсир Не нужен Так 126 метров Топать Пошли Пешком пойдем Делаю себе Прощу Бабка И расслабить Как Кузнецов Сынок пропал Мужики начали Ведьмата выдать Тот аккурат Слакается Кто на ней Что это у тебя Срочно Что там Кровательное место В самый раз Для засады Я бы другого Не выбрал Ну так как Ты готов? Конечно Начинаем Ветер сейчас хороший Разнесет запах Приманки на всю округу Теперь остается Только ждать Пойдем В тенек Между березами Надеюсь Во время боя Я смогу Нанести масло На меч Слушай Что ты будешь делать Когда мы найдем Янифер У тебя есть Какой-нибудь Контракт На примете Нет Я еду В Каэр Морхен Рановато Для зимовки Да До снега Еще далеко И это Меня беспокоит Похоже На востоке Нилифгард Уже перешел Понтер Значит Они в неделе Пути от Каэр Морхена Если Они попадут В долину Прежде чем Снег Закроет Перевалы Надо уничтожить Все следы Спрятать Наши тропинки А что До зимовки Ты приедешь В этом году Может быть И возможно Не один А летит Красавица Он где-то рядом Пойдем Здороваемся Погоди Размигар Арбалет Арбалет? Выиграл его В карты Пока тебя дожидался Вдруг пригодится Я думал Ты придерживаешься Старых правил Карты Вот тебе и раз Ну Ведьмаки Они кроме Знаков И мечей Ничего не используют Ни щиты Ни луки Ни арбалеты Ведьмак С арбалетом Предлагаешь Нарушить Традицию Ну хватит Разговоров Надо Грифоном Заниматься Берегись Так Быстро Быстро Ну-ка Рюкзак По-моему Должно Получиться Я просто никому Да И И И И И Ну и все Тихо ты Твою мать Нифига Не ожидал такого Что Сейчас ударит Арбалет Тихо Так Ну-ка Арбалет Че Вообще О Так нормально Мы эту тварь Дамажим Ау Больно И она тоже Неплохо Так меня Дамажит Весемир Ты где Весемир Ты где Бабал Весемир Так Валим 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 У меня арт Нет вообще Нет же О Хорошо Весемир Молодца Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй Блин Надо Знаешь Чем Грома Во Да Твою мать А тварь Можно арт сбить Нет Тихо Ау Хрен Ау 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 Геральт Вали от него На По оружию Не упускай его Ветер В смысле Он что улетел что ли Он улетел В смысле Прям за ним надо Бежать Давай чуть-чуть А Теперь Умельницы будем Драться Там же люди Блин Наспешит Кайки Смотри Сбил Ой Так Осталось Емое Так Весемир меня покинул Ну ладно Ничего страшного Я разберусь Осталось Пару ударов Оп 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 Так Ладно А Весемир пришел Уже Че так Долго Весемир Э Э Тихо 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 Емое Я же сейчас могу Сдохнуть Просто Тупо Сдохнуть Этой тварей Осталось Не знаю Просто Щелбан По носу Дайте все Она сдохнет Так Надо ардом сбить Ну-ка Лети сюда Лети сюда Сюда Лети Говорю Смотри Не хочешь Летить сюда Все Ух Было несложно Неплохо Неплохо Но еще есть Над чем Поработать В смысле Все же идеально Было Например Например Удар сверху Из восьмой позиции Слишком предсказуемый Но в этом позже Отнеси башку Грифона черным А я приготовлю лошадей Увидимся В Карчме Слишком говорит Предсказуемый Грифон же Не какой-то там Боец ММА Предсказуемый Это же животное Безмозглое Пере Демный кристалл Яйцо Мутаген И трофей Вот это голова Безголовый Так Забрать награду У Нильгардов Но Давай-ка посмотрим Что из себя представляет Этот трофей вообще Что он нам дает 10% Модификатор Шанса Отрубить Конечность 250 250 250 аренов А продать мы Скорее всего Сможем Этот трофей Где-нибудь За 20 аренов Быстрее Быстрее Кам' Модификатор Продолжение следует Все vid Здравствуйте Вы Сotics Продолжение следует... Продолжение следует... Значит, за глупого. Дьявол, когда же вы научитесь? Военный кодекс. Параграф второй. Раздел третий. За поставку испорченных товаров 15 ударов кнутом. Выполнять! Нет! Нет! Ради богов! Чего? Чего орешь, придурок? Перестал изобр... Вот. Вижу, ты перестал изображать доброго дядюшку. Ничего я не изображал. Я протянул этим людям руку, а они ее оттолкнули. Может, потому что та же рука держала меч, от которого погибли их близкие? Ха! Тоже мне моралист нашелся! А что бы ты сделал на моем месте, а? Ну, что? Не был бы на твоем месте. Вот-вот. Говори, зачем пришел! Я выполнил уговор. Теперь твоя очередь. Куда поехала Йеннифер? В Изиму. Значит, все это время она была в одном дне пути отсюда. Мог бы мне об этом сказать. Мог бы. Но тогда ты не убил бы Грифона. Ты мне, я тебе. Стой! Мы еще не закончили разговор. На. Возьми вот золото, чтобы не чувствовал себя в убытке. Диалоги ограничены по времени настройки. Некоторые диалоги требуют быстрого ответа. Выбирайте реплику, пока время не стекло. Взять деньги и отказаться от денег. Но я сейчас возьму эти деньги. А он эти деньги потом с крестьян выбьет. Но с другой стороны, получается, что я и ему помог, и крестьянам, так что... Дай возьмем деньги. Четвертый уровень. Открыл звук. Может быть, мы сможем как-то, не знаю, помочь ему. Или его наверху дубасят. О. Может подняться наверх. Его где-то вот здесь дубасят. Непонятно. Че? Все, что ли? Нанесли 15 ударов? Я реально хотел вмешаться. Ну там, не знаю, как-то там договориться. Тебе, мол, не бейте, пацана. Эти ворота меня вообще прикалывают. А че там? О. Я перепрыгну, нет? Давай попробуем. Сейчас сохранюсь. О, перепрыгну. А вот тут я уже все, не допрыгну. Даже на платве. Так, ладно. Че тут? Акетон со ски... А, спикерога. Спикерога. О, смотри, какой красивый сундук. Меч из Дориана. Абриска тоже. Тоже что-то. Тридцать арену. Хорошо. Ты класс что? Кража. Стражники не любят воров. Будьте осторожны. О. Не будь безрассудным. Не-не-не-не, все нормально. Все нормально. Я ничего не трогаю. Так, вместе с Весемиром приготовиться покинуть Белый Сад. Отлично. Приготовимся. Тем более, что здесь опять дождь собирается, так что надо покидать. У нас быстрое перемещение. Быстрое перемещение. Быстрое перемещение. Быстрое перемещение. Но я не хочу ночью покидать. Я хочу днем покидать. Еще и под дождем. Нет. Я сейчас буду медитировать. Сейчас в коршму зайду и помедитирую. До утра. А потом уже пойдем покидать Белый Сад. Так, построимся куда-нибудь. А где чувак, с которым можно было поиграть в Гвинт? Прости. Не хотел тебя толкать. О, здесь вот. Строимся. Строимся. Отлично. Енифер в Визиме. У меня есть там пара знакомых, так что... Что-то не так? Посмотри вокруг. Сейчас скандал будет. А, значит, пора собираться. Это еще кто-то такие. Но если скандал будет, то зачем собираться? Надо вмешаться. Это еще кто-то... Это еще кто-то такие. Патриоты. Седьмую чарку пьют за Тимерию. У них уже кулаки чешутся. Ильгарцев я тут не вижу. Они врага найдут. Куплю сейчас провизии и поедем. Геральт, давай не вмешиваться. Хоть в этот раз. Ага уж. Вмешаемся еще как. Что случилось со Щитом? Сняла. Может, еще золотое солнце повесишь? Нельзя тут Тимерский герб вешать. Они придут и корчму спалят. Так может, правду люди говорят, что ты шлюха, Нильфгардская? Я твои слова забуду. Тебе скорбь сердце гложет. Гренли, ты что понимаешь? Сестру мою повесили. Вытащили на двор перед монастырем, как собаку. Сказали, в Нильфгарде нет места предрассудкам. Что они гнева божьего не боятся. А ты не боишься? Если бы Аннулька тебе при родах не помогала, дитё бы у тебя в пуповине задохнулось. Что? Не боишься гнева божьего? Не боишься, сука? Оу, 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 оу. Оставь. А вот и вмешались. Вы знаете этот медальон, люди. Знаете, что он означает. Отойдите. Ты цела? Говорят, ведьмаки деток воруют. Правда? Что вам император обещал, выродки? Землицы? Как эльфам в той войне? Убирайтесь все. Мы никуда не пойдём. И вы тоже. Они, видимо, не знают, что означает этот знак. Мужики, этот значок означает, например, вот это. Например, вот это вот. Вот это. Вы не знали? А узнаете. Этот полетел в ночи. Оу, оу. 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 Ва же предупреждали. Ничего. Всё кончилось. Оставь меня. Не подходи. Лицо-то у него блоги. Уходите. И не возвращайтесь. Ну вот и всё невмешательство. Пойдём. Не мы это начали. А что это? Енифер? Ну как? Я не надеялся тебя встретить. Сказать по правде, я иначе представлял себе нашу встречу. Как? По крайней мере, без нельфгардского эскорта. Енифер, не пойми меня неправильно, я тоже рад тебя видеть. Но мне кажется, ты должна нам объяснить. Я объясню. Но вы зиме. Седлайте коней. Мы едем в зиму? Так скоро? Можно поговорить и здесь. Здесь прекрасные сады. Сейчас все в цвету, так что трупный запах почти не слышен. Заманчивое предложение. Но, к сожалению, я должна сказать нет. Видишь ли, в зиме кое-кто тебя ждет. Тот, кто ждать не любит. Император Эмгир Вар Эмрес. Для друзей белое пламя, пляшущее на курганах врагов. Сомневаюсь, чтобы он считал меня другом. Когда мы виделись в последний раз, он хотел меня убить. А теперь он хочет сделать тебе предложение. Из числа тех, от которых нельзя отказаться? Я не отказалась. Хотя могла бы. Но послушаем, что он скажет. Интересно, что он тебе предложил. Давай, не будем язвить. Ну, хорошо. Можно послушать, что он хочет предложить. Император Нильфгарда, сеньор Меттины, Эббинга и Гимеры, суверенно Заира и Викавара, наверняка сочтет это за честь. А ты? А я поеду в другую сторону. Сдается мне, что Император приглашает только тебя. Кроме того, у меня есть чем заняться. Каэр Морхен. Помнишь? Помню. Спасибо за помощь. И до свидания. У тебя конь быстрый? Не жалуюсь, а почему ты спрашиваешь? Я хочу вернуться за крепкие городские стены. Так быстро, как только возможно. Почему? В чем дело? Чего боишься? А? Йеннифер. Чего она боится? Видишь, она говорит, за крепкие городские стены. Как можно скорее. Знаешь, ты мне недавно снилась. Что с волосами? Насколько я тебя знаю, сон был неприличный. Только сначала. А потом... Штарм. Вот почему она хотела как можно скорее оказаться за крепкими городскими стенами. Это дикая охота. Вишь, снег пошел. Или они уже в зиме. Геральт спит и снова видит сон. Да не, походу, это все наяву. Там мост и небольшой. Тут мог перепрыгнуть. Хорошо. После аудиенции. Вы зима. А, столько воспоминаний. В поисках Йеннифер, своей дамы любви, Геральт очутился в окрестностях деревни. Хорошо. Ой, как хорошо. Ой, Геральт прям балдеет. Да, мужиков здесь не надо. Все испортил. Хм, пожалуй, достаточно. Думаешь, императору важно, не слишком ли длинные у меня уши? Милость вы, государь, извольте упоминать его императорское величество, используя полный титул. Ваша милость, присядьте на этот биржер. Куда? На этот стул. Хороша. Кладвин, прошу побрить его милость. Виски на полдюйма. Ой, это хорошо. А то эта борода уже надеяла. Хочу увидеть привычного Геральта. Будь по-твоему. Будь по-твоему. А что потом? Ногти мне подпилите? Если позволит время. Прошу простить, но список гигиенических и косметических процедур, которым следовало бы подвергнуть вашу милость, довольно длинен. Одень короток. Прошу откинуть голову и не двигаться. Как подготовка к аудиенции? Все по плану? Да, ваше превосходительство. Его милость предстанет в более или менее презентабельном виде. А ты кто такой? Очередной цирюльник? Нет. Морвран Ворхес. Командующий дивизии Альба. Мои люди сопровождают Йеннифер. Точнее, сопровождали. Ни один из них не вернулся в Визиму. Интересно, что произошло вчера на тракте. Может, расскажешь? В конце концов, у тебя есть немного времени. А на горле бритва. А у Йеннифер не пробовал спросить? Твои люди погибли в бою, как подобает солдатам. Их убила дикая охота. Да, их убила дикая охота. Их убила дикая охота. Гавалькада призраков, скачущих по ночному небу. Ну да. Вестники войны, о которых рассказывают мужики. Ну да. Думаешь, я в это поверю? А куда денешься? Искровенно говоря, мне плевать. Нордлинги. Вас можно умыть, подстричь и одеть, но научить манерам это будет непросто. Мне тоже было приятно познакомиться. Я закончил. Побрить вас еще раз против роста волос. Нет. Этого лучше против шерсти не гладить. Прощай, ведьмак. Или скорее до свидания. Превосходно. Теперь ваша милость, извольте одеться. Вот такого Геральта я знаю, без бороды. Стандартный, нормальный Геральт. К сожалению, у меня не было точных размеров, вашей милости. Если будет сжать, портной внесет поправки. Черный, черный и черный. Кстати, в книгах Геральт вообще не любил бороды. Ну, в смысле, носить бороду. Он даже щечину не любил. То есть он всегда был гладко выбрит. Где моя одежда? А где моя одежда? Там, где ей давно следовало оказаться. У прачки. Вы получите ее после аудиенции. Чистой и накрахмаленной. Ваша милость, дайте знать, когда вы выберете одежду. Да. А, я тоже могу взять? Да, возьмем. В принципе, без разницы, но... Надеюсь, они у меня останутся. Я их продам потом. Так, рюкзак. Ну все, я готов. А, блин, как готов-то? Ты что? Вот теперь точно готов. Давай, штат сюда наденем. Наверное, что они все одинаковые, да? Ну да. А говорят, не платье красят человека. Ваша милость, вы довольны костюмом? Можно сказать. Я был бы доволен стеганым дублетом и мечом за спиной. Но что делать, с волками жить? Простите? Поговорка такая. Что теперь? Будете меня пудрить? Нет нужды. У вашей милости достаточно ясное лицо. Но прежде, чем вы предстанете перед владыкой юга и севера, я должен убедиться, что ваша милость знает, как следует кланяться. Ну, давай убедимся. Кланяться я умею, я не невежа. Давай убедимся. Ну, давай убедимся. Прошу взглянуть. Стопа вытянута, ладонь выпрямлена, голова склоняется, пока подбородок не коснется груди. Пусть ваша милость повторит. Ну, вот это поклон. Правую ногу вперед, левую руку на грудь. Не, подожди. Вроде не так было. Левую ногу вперед, правую руку на грудь. Левую ногу назад, руки в стороны. Но точно этот не подходит, руки в стороны. Вроде левую ногу вперед. Так вроде было. Что ж, движением не достает плавности и грации. Но от Нордлинга обычно ожидают меньшего. Прошу за мной. Это так не похоже на Геральта. Кланяться. Вот так вот. Кланяться чё, здороваюсь. Ваша милость будет обращаться только по его явному соизволению, соответственно его именуя. Ваше архивеликолепие. Если я вижу вашу милость в настроении шутить, то есть император может этого настроения не разделить. Достаточно, ваше величество, сказанное громко, выразительно и с почтением. Погоди, это... Это же замок Фольтеста, да? Да? Заперто. Зря шут. Ну-ка, подожди, подожди. Дикая охота. Кружка. А тут чё? Ну-ка. М-да. Иду к королю на аудиенцию. Взял книгу, кружку и краснолюдский спирт. Не к королю даже, а к императору. Нельзя же с пустыми руками идти к императору, правильно? Ладно, поклонимся. Император. Ар-эр-а-эп-то-орде. Эвэлен-наман-вадгерн в аборт. Я думал, ты ни перед кем не склоняешь головы. Я не хотел, чтобы у Камергера были неприятности. Он славный мужик. Полагаю, ты вызвал меня не за тем, чтобы вспоминать старые добрые времена. А значит... Молчай. Моя дочь Цирилла вернулась. И она в опасности. За ней гонится дикая охота. Найди её и приведи ко мне. Ну, дикая охота точно здесь как бы появилась. Она обозначилась. И во сне я видел, да? Почему я... В смысле, почему я был? Сколько людей в твоём войске? 20 тысяч 30? Почему я? Ты сам знаешь. Потому что она тебе верит. Да, верит. Так скажи, зачем тебе её искать? Дело же не в том, чтобы наверстать упущенные годы. Дело в интересах государства. Как всегда. Хватит слов. Ты всё равно согласишься. Хотя бы потому, что я тебе заплачу. Больше, чем ты обычно берёшь за заказ. Значительно больше. Так как бы Геральт... Ну, даже... Ну, пойдёт искать Цири не за деньги вообще. Она сейчас реально в опасности. Дикая охота за ней охотится. Так, мне нужно сведения и мотивация. Я делаю это только ради Цири. Мне нужны сведения, а не мотивация. Цири оставляет мало следов, поэтому найти её будет непросто. Можешь рассчитывать на помощь моей разведке и армии, если возникнет необходимость. Остальное тебе скажет Йеннифер. Аудиенция окончена. Меррит. Проводи его к чародейке. Ваша милость, извольте пройти за мной. Прошу держаться в рамках приличия. Во дворце много почётных гостей, которых ваша милость... Презирает. ...не должны беспокоить. Всё поменяли под Нильфов снова. Всё ломают, всё переделают. Ну, понятное дело, что всё оккупировали полностью. Тимирио. Тут же первый Ведьмак заканчивался именно в этом месте. Здесь мы поговорили с Лютиком, а потом я зашёл к Фольтесту. Ваша милость, как только вы закончите, прошу прийти ко мне за своими вещами. Аэп Каэрден, дюгис вековару. Планы эссе планы. Кваны первые. Тогда записывай. На самом деле, власть в Новиграде осуществляют не купцы и не городские советники, а церковь вечного огня и преступники. Иногда одних трудно отличить от других. Всем им в равной степени свойственны беспринципность и цинизм. А... Прошу вас, помедленнее, ваше превосходительство. Я не успеваю. Знаешь что, я сам составлю рапорт, а ты потом перепишешь набило. В трёх копиях. Ведьман. Он же Ведьмак Нордлингов. Невероятно. Да, очень даже вероятно. Что это за место вообще? Лаборатория, что ли, какая-то? Очень похоже на ту. Ладно, нам надо поговорить с Енифером. Жаль, но у меня нет времени. Геральт, в этом дублете ты потрясающе выглядишь. Жду не дождусь, когда смогу его снять. В других обстоятельствах я бы расценила это как предложение. И, может, даже воспользовалась бы им. Но нас ждут другие дела. Теперь ты понимаешь, почему я при дворе Ингера. Да, и похоже на то, что мы теперь в одной лодке. Цель и правда вернулась? Это не ошибка? Ну, судя по сообщениям наших агентов, получается как-то так. Маленькая ведьмачка выросла в приличную девицу. Такая красавица. Чтоб меня. Она и вправду выросла. Прошло немало лет с тех пор, как ты учил ее в Каэр Морхене. Многое изменилось. А вот ты ничуть. Как мне не хватало этих твоих неловких комплиментов. Но сейчас давай сосредоточимся на Цири. Ингер говорил, что ее преследует Дикая Охота. Мне было бы тяжело в это поверить, если бы не вчерашняя. Как они нас учуяли? Из-за меня. Понимаешь, я ищу Цири уже много месяцев. Заклинания локализации, иеромантии, геомантии и тому подобное. Я знала, что Дикая Охота может это почувствовать. Найти меня. Но думала, что сумею их обмануть. Что ж, не получилось. С некоторых пор я чувствовала, что они идут за мной по пятам. Охотятся на меня. Если бы не ты и солдаты Эмгера, они бы добились своего. Не знаю, чем закончится следующая такая встреча. Придется закончить с Чарами и вернуться к более традиционным методам. Попросить о помощи лучшего следопыта, которого я знаю. Ты должен ее найти, Геральт, прежде чем это сделает Дикая Охота. Чего Дикая Охота может хотеть от Цири? Понятия не имею, Геральт. Я бы отправила им письмо с этим вопросом, но не знаю, куда писать. Мне известно не больше, чем тебе. Наверное, это имеет отношение к ее крови, к ее дару. А зачем он Дикая Охоте? Об этом я и думать не хочу. Так где именно видели Цири? В двух местах. В Велине и в Новиграде. След в Велине, пожалуй, самый интересный. Начни оттуда. В Корчме на Распутие спроси про купца Гендрика. Хозяин тебя с ним свяжет. И все? Никакого пароля, никаких тайных знаков? Никаких тайных знаков. Мне очень жаль разрушать твои мальчишеские представления о работе разведки. Из Новиграда у нас есть только непроверенная информация, сплетни. Но там тебе может помочь наша общая знакомая. Некая Трис Миригольд. У нее, говорят, уютная квартирка в доме у главного рынка. Наверняка она будет рада меня видеть. А ты что собираешься делать? Я сейчас же отправляюсь на Скеллиги. Там произошел выброс магической энергии, который уничтожил пол леса. И кажется, это как-то связано с Цири. Я буду в Каэр Трольда. Присоединяйся ко мне, когда что-нибудь узнаешь. Прежде чем мы расстанемся, почему ты не появилась раньше? Я был тебе не нужен? Нет. Это я была тебе не нужна. Вы из Трис замечательная пара. Йен, я потерял память. Правда, отличная отговорка. Давай не будем на эту тему. Если я еще раз услышу «все не так, как тебе кажется» или «теперь я понял, как тебя люблю», я за себя не ручаюсь. Ну вот, мы снова разъезжаемся. Жаль. Но я понимаю, время не ждет. Это правда. Может, мне сразу телепортировать тебя в Веллен? Ну уж нет, я поеду верхом. Только сначала переоденусь. Дело твое. Кстати, тебе правда идет черный бархат. Ты думаешь? Может, обощью себе им доспехи. Удачи, Йен. И тебе. Послушай, если ты вдруг захочешь узнать, что случилось в мире, пока дошатался с Весемиром по бездорожью, поговори с послом Воратра. И Геральт. Я знаю, что кругом война и все такое, но не пытайся стать героем, хорошо? Проверь эти следы и приезжай ко мне, живым и здоровым. Я буду тебя ждать. О, грибор. Ну-ка, а я могу? Нет. Поэтический спорник Гонсало де Версео. Тут можно что-нибудь интересненькое стащить? Блин. Лицо цели закрыто книгой. Шрам отлично зажил. Так, тут что? Письмо к Йеннифер. Йеннифер, милая моя подруга. Благодарю тебя за письмо. Прости, что не ответила на твой вызов через мегаскоп, но я стараюсь как можно меньше пользоваться магической связью. Иногда не знаешь, кто тебя подслушает, не так ли? Я очень рада, что ты нашла место при дворе нашего милостивого императора и желаю тебе успеха в поисках его дочери. Приятно знать, что планы Эмгера на нее стали, так сказать, более реалистичными. Может быть, в данной ситуации станет возможен договор с ложей. В ответ на первый твой вопрос, я со всей определенностью могу утверждать, что Цирилла не появлялась нигде к югу от Яруги. Поверь мне, я ни с чем не перепутаю ее магическую сигнатуру. С Трис я давно никак не связывалась, знаю только, что дела в Новиграде становятся все более скверными. Она что-то говорила об отъезде в Кавир, но, боюсь, в нынешней политической обстановке это невозможно. Надеюсь, скоро смогу встретиться с тобой в Изиме, но сперва мне нужно закончить некоторые неприятные, но срочные дела в Баклере. С искренним приветом, Фригилья Виго, по скриптам. Благодарю за известие о Геральте. Никто не может его сбить с ног, правда? Понятно. О, сундук. Сапоги. Стерекский гамбизон. Отвар из успокойника. Успокойника? Успокуйся. Так, алкемический порошок. Пускай. Так-то знай. Королевские династии Север. Ой, да ладно, сегодня книги валяются, блин. Че я и думаешь, их читать что-ли буду? Тут че? Ржавый хлебный нож нахер нужен. Меч колдун. Так. Тут тоже, наверное, книги. Конечно, меч колдун. У меня уже есть такая книга. Послушай, наверное, эти книги можно продать за рон дорого. Не. Мы свечи не гасим, мы их поджигаем, Гераль. Тут что? Арена. Ведьма. Он же ведьмак Нордлингов. Невероятно. Парсел Воратре? Йеннифер говорила, что тебя можно расспросить о текущих делах в мире. О войне, обо всем. Разумеется. У одного слуги императора не может быть секретов от другого. Позволь, перейдем к карте. Как идет война, не считая того, что она неизбежно закончится триумфом Нильфгара. Мы беседуем с глазу на глаз, без свидетелей. Так что давай оставим пропаганду, даже под маской иронии. Наступление шло замечательно, до зимы. Мы разбили темерские войска в кух и прах. В Айдирне был такой хаос, что никто даже не сопротивлялся. До первого снега мы вышли на линию Понтера. Остался ослабленный Каэдвен и рядание Родовида, который проигнорировал мольбы всего севера о помощи. Мы думали, что он запросит мира. Может, даже принесет вассальную присягу. Уверенные в победе ждали, когда сойдет снег. Родовид принесет присягу? Да, мы зря надеялись. Вместо того, чтобы слать к нам послов или выдвинуть в нашу сторону войска, Родовид прошел через заснеженные Пустульские горы и атаковал Каэдвен, своего союзника. Родовид застал их врасплох, а поскольку Каэдвенцы и так упали духом, достаточно было нескольких проигранных стычек, чтобы они сложили оружие и перешли на сторону Редании. Так, к весне вместо двух ослабленных врагов у нас был только один, зато могущественный. Кажется, я услышал в твоем голосе восхищение. Родовид враг, но я не могу отказать ему в хитрости. Он провел нас как детей и не слишком сообразительных. Вернемся к войне. По весне дело дошло до великой битвы на пастбищах Велена. Великой, но не решающей. Потери с обеих сторон были огромны, пожалуй, беспрецедентны. Родовид отступил за Понтер. Пока что он там в безопасности, до тех пор, пока с юга не придут подкрепления. Тогда император Имгыр Варемрейс расправится с ним окончательно. А почему вы просто не пошли домой? Сберегли бы всем силы и множество людских жизней. Боюсь, ставка слишком высока, чтобы бросить карты. Теперь можно играть только ва-банк. Как сейчас в Велине? Плохо, как всегда. А может, даже хуже. В этом краю никогда не было молочных рек с кисельными берегами. А теперь он захлебнулся в крови. Войска прошли через него несколько раз. Вытоптали поля, ограбили амбары, сожгли деревни. Начался голод. Понятно. И как у вас получается управлять этим раем на земле? Не очень, честно говоря. Наши силы и так растянуты. А Велин — это сплошные топи и густые леса. Тяжело контролировать такую территорию. Многие патрули не возвращаются в гарнизон. Так что сейчас там правит от нашего имени один Нортлинг. Он был мелким офицером в Темирской армии. Филипп Стэнгер. Более известный под своим Ном-де-Гер Кровавый Барон. Не связывайся с ним. По-хорошему тебе советую. Как раз таки. Свяжусь. Очень интересное имя. Точнее, прозвище. Какие вести из Новиграда. Вольный город все еще вольный? Да. Хотя все знают, что ненадолго. В Оксинфурте сидит Родовид. А император здесь. В Изиуме. Слишком близко. Обоим нужны деньги и мощный флот. А Новиград может дать и то, и другое. Поэтому атмосфера в городе несколько нервная. То есть? Как люди справляются со страхом, они ищут утешения и козлов отпущения. Церковь Вечного Огня прекрасно это понимает. Поэтому она обещает верующим лучшую жизнь и выискивает виновных. Кто развязал войну? Кто на ней зарабатывает? Известно кто. Чародеи, эльфы, краснолюды. Словом, выродки. Я на должности в Новиграде уже 13 лет. Сперва как консул, потом посол. Я многое видел. Жестокость, цинизм, алчность. Но даже меня бросает в дрожь от того, что сейчас там творится. А что нового на Скеллиге? Ничего. Островитяне же так этим гордятся, правда? Делать все согласно традиции. Как деды и прадеды. А потому, как деды и прадеды, они грызутся друг с другом, крадут, иногда нападают на наши транспорты. Это утомительно. Но не более того. Скеллиге всегда был на обочине истории. Там и останется. Ты так уверен. А если король Бран сумеет примирить ярлов и поведет их против вашего флота? Король Бран немощный старец. Из того, что я слышал, он даже не помнит имен своих вассалов. Так что вряд ли что-то получится с объединением. Ну и все. Немножко разузнали про обстановочку. Спасибо за помощь. Не за что. Пусть великое солнце освещает твой путь. Так, ладно. Друзья, давайте на этом мы это все закончим. Надеюсь, вам понравилось. Если вам понравилось, то обязательно ставьте лайк. Если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подпишитесь, комментируйте, нажимайте на колокольчик. Ваши действия очень сильно помогают в развитии канала. А с вами был Джекман. Желаю всем всего самого наилучшего. До новых встреч.